Всем привет! Сегодня мы поговорим с вами о таких растениях, как адениумы. У меня сейчас цветут только два растения. Я долго дожидалась цветения, потому что посев у меня был в 2015 году. И как обещалось, что в течение через год или через год с небольшим появятся уже цветки. У меня, естественно, не появились, потому что я выращивала свои адениумы, но очень похожи, как и кактусы. Редко поливала, потому что я считала, что раз это бутылочные деревья, скажем так, они более суккулентные. И им очень даже будет полезно, если я буду их растить так же, как и кактусы. Но оказалось, что адениумы любят питание. Любят калийно-фосфорные удобрения для того, чтобы цвести. Азотных удобрений, конечно, им нужно поменьше добавлять. Почему? Потому что слишком большое тело, нам просто некуда ставить. Вот у меня здесь вот такие вот большие растут. Я не рискнула их в прошлом году обрезать. Но вот они вот сами по себе такие большие. Есть у меня вот такой один арабикум, адениум. У него листочки такие мохнатенькие немножко. У вот этого адениума у него более такие желтые листочки. Но это связано с тем, что у нас сейчас резко образовалась такая жара. Днем 35-40 температура. Сегодня, вчера появился ветер. А до этого ветра не было. Было такое прям жаркое-жаркое лето. Ночные температуры наши все-таки составляют все равно попрохладнее. Там плюс 16, плюс 17 градусов. В принципе, после такой жары это считается как прохлада. Вот. Я окна, где стоят адениумы, не закрываю. Вернее, открываю их на ночь для того, чтобы было немножко им попрохладнее. Не все адениумы я повернула к нам лицом. Вот. Смотрите. Вот этот, который мы обрезали в прошлом году с вами на видео. Он оброс. Весь оброс. Хорошо. У него много появилось веточек. Я боялась, конечно, что будет всего одна веточка. Потому что сначала намечалась только одна основная. И вот этот тоже обрезанный. У него тоже всего. Видите, обрезка. Много получилось. Вот этот сам по себе стал давать боковые побеги. Не все еще адениумы у меня процвели. Смотрите. Я насколько поняла, что адениумы очень любят, когда их пересаживают. Например, раз в два-три месяца пересадить, обновить им грунт. Грунт должен быть рыхлый, достаточно питательный. И нужно как поливать. Заметила тоже адениумы. Они не как кактусы. И они очень любят полив. Поэтому я их, когда стала поливать, вот полила. Земля только просохла. Я вижу, только высохла. Я тут же их поливаю. Как бы получается, что земля просыхает, я поливаю. Земля просыхает, я их поливаю. И я заметила, что они от этого, от хорошего полива, они лучше цветут. Они наращивают листовую массу. И листья у них меньше желтеют, опадают. И что-то с ними происходит. Когда у нас было немножко попрохладнее, вот период, они начали очень хорошо расти и заложили быстренько вот такие бутончики. Получается тогда, когда сильное пекло они не любят, сильную тень они не любят. Любят так вот среднее, да, вот чтобы была какая-то вот норма для них. Ну, комфортная, наверное, такая температура, как для человека, наверное, и для адениумов это будет самое-самое лучшее. Есть у меня вот один вот здесь зацветает. Очень надеялась, что это будет какой-то желтый или белый цветочек. Но нет, нет, не повезло опять. Ну вот, в ожидании я хотя бы хоть одного белого цветка. Что еще хотела сказать? Вот этот вот мини, мини адениум, который маленький. Он очень хорошо кустится и всю, абсолютно всю весну он у меня цвел практически непрерывно. Представляете, это же вообще, это такая радость была. Сейчас немножко задела один цветочек, он, конечно, опал. Ну, в общем, получается, что по моим наблюдениям адениумы, они больше любят внимания, больше любят влаги, больше любят некой заботы о них, нежели чем кактусы. Ну, вот они этим отличаются. И все-таки я, знаете, считаю, что вот такие длинные, длинных вот таких их растить не стоит. Нужно брать и обрезать. Поэтому, когда они у меня цветут и будет момент нужный, я снова их обрежу. Все веточки мне не удалось укоренить. У меня укоренилось всего 4 веточки. Хотя нарезала я черенков очень много. Но вот как-то сильно я к ним, конечно, внимания не уделяла, этим черенкам. Они, кто хотел, тот и рос. Вот как-то, скажем так, кто смог, тот и рос. Все-таки хочу, чтобы вот этот заснялся. Никак не ловится. Никак не ловится. Ну вот, повернула сюда к нам. Вот, посмотрите. От хорошего полива они начинают набирать бутоны. Мне не удалось очень быстро достичь цветения. Но я знаю, что люди есть, которые содержат адениумы. И за год с небольшим они получают первое цветение. Многие сеянцы прививают на уже, ну, например, на подвой, который красиво не процвел. И цветение добиваются, конечно, быстрее. Ну, я не очень люблю все цветения. Вот эти, не цветения, я не очень люблю всякие вот резы, прививки. Ну, потому что всегда есть риск потерять растение. Поэтому, поэтому пока вот так я ращу вот так. Особенно сильно я как-то внимания не уделяю им. Но более чаще их поливаю. Они у меня стоят около кухонного стола, на подоконнике. И я их чаще вижу и внимания на них больше обращаю, скажем так, нежели чем на другие кактусы или суккуленты. Эти растения, они более требовательные. На этом все. Если я вам что-то не смогла сказать, то, что вы хотели услышать, не услышали, задавайте вопросы, я обязательно на них отвечу. Я желаю вам всего наилучшего. До свидания.